здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами дамит у нас очередной обзор танков нашей любимой игры мир танков атлетский гейм сегодня у нас на обзоре немецкий тяжелый акционный танк за конструкторское бюро 10 левела кпз 07 п вот вот такой мак автомобиль с ковшом взял я его с номером 2571 хотя брал на первых секундах и все равно не удалось взять там с трехзначным а уж и менее там вообще никак просто невероятный был спрос и кстати спасибо подписчику петру который задонатил очень много голды которые перевел свободный опыт и и в принципе то благодаря ему и приобрел этот танк и прежде чем мы продолжим обзор конечно же прожимай лайк подписывай на канал если до сих пор от не сделал вот ну а мы с вами отправляемся смотреть бронирование данного агрегата погнали и так коллижен модель наши кпз хи а у нас 2 составной нлд нижняя прям часть прям с лютым наклоном ну и по сути основная часть нлд нижние в придемки 132 и рикошет верхние 200 в принципе тнлд конечно вот под таким ракурсом она слабая на суда секут и восьмерки и девятки и десятки обычными типами снарядов но стоит перед ком немножко вот так вот затанковать до наклонить и суда уже там восьмерки точно не пробивает даже на голде большинство девятки конечно нас сюда иногда и обычным но голдовыми точно будут пробивать десятки чего уж там говорить а в лд у нас прикрыту таким замечательным ковшом просто 20 миллиметровым это дополнительная защита против кумулятивного снаряду ну и смотрим ага 290 внизу так сейчас секунду и получается здесь у нас 279 280 вверху да здесь у нас над гусеничной полки 280 то есть ниже броня приведенная лучше повыше чуть похуже но в целом бронирование против обычных снарядов факт а вот против голды под колами будут бить кумулятивные снаряды благодаря ковшу просто не дойдут до основной брони с нормальным бронепробитием теперь что касаемо башни вот давайте сначала маску орудия поглядим ага 328 370 369 600 внизу пятьсот восемьдесят шестьсот короче маска невероятно крепкая отличная маска башня ослабленные самые места предполагаю здесь 306 290 ну да вот эти вот кружки тут да все остальное начинается там до 350 400 500 и более то есть башня невероятно крепкая вот только сюда в эти заманы можно бить с голды то с бронепробитием 320 плюс и не факт что еще пробьешь верхняя планка у нас 190 миллиметров приведенки рикошет системы пишет по правилу трех калибров закинуть можно только калибром от сколько получается 135 то есть 120 миллиметров к сюда уже не пробьет папа по правилу трех калибров люк 161 расположен по сути по центру не сказать что он прям совсем тоненький нет сюда забрасывать можно и кстати урон идет по всей площади люка боковое бронирование 70 вверху с экранами 111 и понятно что он может нормально танковать 70 нам еще позволяет у даже переда вернули все круто 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 подставляем щеку здесь 264 здесь все круто но подставляем вот эту замечательную вещь куда я кстати уже закидывал играя на этой машине и там всего лишь 32 сюда можно даже газануть фугасом и пробьете вот такое вот бронирование в лоб невероятная броня просто спрятали нлд и все жесть просто жесть выцеливает только люк вот от борта ребят запоминайте хорошо бьется вот сюда зад как только начинаете танковать и мне сюда закидывали я закидывал но прям лютую фигню здесь конечно придумали этой машине очень жалко так с броней разобрались невероятно хорошее бронирование давайте поглядим а что у нас по орудию пушечка естественно 10 левел 120 миллиметров 410 альфа 270 про очень хорошее пробитие на основном типе снаряда 320 на галде норм заряжается девять с половиной секунд дпм на стойке 2600 очень комфортное время сведения 17 и невероятная вещь для тяжелого танка это разброс 033 на стойке это можно еще улучшить вот это сведение вот эта точность и достаточная скорострельность для этой альфы просто невероятная эпоха по полевой модернизации еще не качал вот давайте посмотрим что нам тут нужно скорость поворота значит во втором блоке вездеходную ходовую отстройка пролаксов четвертом блоке звукоизоляцию в пятом блоке смотрим здесь максимальная скорость назад скорость поворота башни гризант так 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 фугас к разгрузку движение ходовой в седьмом и восьмом блоке я рекомендую ничего не качать здесь здесь если планируете катать на нем с масса с турбины то на мобильность если нет тогда огневую мощь я пока катаю без турбины мне хватает подвижность этого танка поэтому я скорее всего буду качать огневую мощь по оборудованию вижу по сути здесь два правильных варианта а всегда ставите досал и вентиль а вот вместо закалки можно поставить турбину вентиль тогда суда турбину во второй слот и соответственно досал в 3 по снарядам основной снаряд у нас подкалиберный летит 1334 круто голда кумулятивный снаряд но тоже хорошую скорость полет снаряд 960 очень знатно по снаряжению ремка аптечка автоматический огнетушитель у нас два заряжающих 5 членов экипажа перки наблюдаете перед собой в табличке по плюсу минусу машины начнем с огневой мощи увы она у нас присутствует минус 8 время сведения с таким экипажем с таким оборудованием и кстати а без доп пайка я сегодня и без всяких дополнительных инструкций 156 разброс 03 до пайком инструкциями можно это еще сильнее раскачать а дпм 3 200 до заряжает с пушка менее 8 секунд вообще все отлично снаряды быстрые увн и есть хорошая скорость полет снаряда я уже сказал да точность естественно и сведение орудия стабилизацию пушки хорошая то есть по пушке одни сплошные плюсы по хп 2 420 и в принципе для той подвижность что этот танк имеет нормально и для той системы бронирования помог мобильности у нас 50 вперед 15 назад почти 17 лошадей на тонну нам намекает о том что больше 15 лошадей на тонну набирать он свою максималку будет очень быстро и это действительно так я уже покатал вот по обзору 437 метров отличный обзор для тяжелого там ребята по плюсам еще раз хороший обзор хорошая подвижность хорошее бронирование то есть смысле живучесть хорошие отличное орудие что же у нас где у нас тут минусы пока не видно давайте уже отправляться бой посмотрим как данная агрегация ведет боях погнали так господа обзор боем кпз 07 п.е. акционная машина за конструкторское бюро 10 лэв обзор боем четвертый бой уже на машине среду пока держится 3 400 маловато конечно я учет думаю по воде проехать хорошая подвижность даже без турбины нормальный а Продолжение следует... Пробите в щеку его... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... все наигрался есть пробитие там где-то 277 еще сидит не видно его вообще 61 счет 4 300 дали во среду повысили а еще засвет он там стоит понять не могу эх в башню не пробили обидно у а гриля засветили чая вот жахают и ручка стой поиграл вниз спустилась до все засветили ребят ну вообще замечательно сумма прям огонь а где мы тут светляк еще подвижность хорошая позволяет светить все ребят 4 500 насветили 5 настреляли получилось у нас 9 почти десять тысяч суммы подвижность танка реально позволяет прям и посвятить и обзор у него кстати неплохое пушка вообще великолепная ребята танк реально на уровне чифтейны как по мне у меня нету чифтейна но могу так косвенно сравнить и вот подтвердить мастера кстати дали первого на этом танке хорошо мастера мы любим за мастера спасибо и это еще это мы вот еще у сайте подтверждение моих слов первых три места заняли кпз хи 5 700 я на втором 5 103 500 вот пожалуйста имба имба ребята у кого есть эта машина пишите какую вы эксплуатируете оборудование кто-то катает я уверен с турбиной вместо закалки а мне вот такое вот нравится да обязательно прожимайте лукс по пятибалльной системе пока машине ставим твердую пятерку реально заслуживает вот подписывайтесь на канал статистики сколько боев вот всего четыре бой то есть три сыграл сейчас был четвертый до средуха так а где на средуха вот средуха три семьсот пятьдесят один насколько я слышал на нем сейчас на отметку на 3 отметки играет три восемьсот по сути за четыре боя мы идем нормально так что правильно я сделал что его купил а вам говорю до скорых встреч пока поддержи брата танкиста лайком под этим видео подписки на канал ну и конечно праздник колокольчик чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров о нашей любимой игре